Уважаемые господа, приношу свои глубочайшие искренние извинения за то, что мы чуть-чуть затянули с началом, но ожидание всегда приятная вещь, вы зато успели ознакомиться с книгой, и я надеюсь, у вас возникли вопросы, которые будут просто неразрешимы и трудны для автора, это очень хорошо. Итак, сегодня мы говорим о книге, которая представлена вашему вниманию, и которая довольно долго готовилась, она несколько отличается от тех, что делались раньше, потому что здесь взят довольно узкий, я бы сказал, ареал деятельности сотрудников госбезопасности, исключительно те, кто работали в аппарате уполномоченного НКВД МГБ в Германии в довольно важный для истории период с 1945 по 1954 год, период становления тоталитарного восточно-германского государства, период создания органов штази, об этом мне приходилось писать, но сделать справочник задача была, конечно, не из легких, но именно это и увлекало, потому что то, что нелегко сделать, то делать всегда интересно, то, что трудно добывать в архивах, то делать вдвойне интересно, то, из-за чего потом могут быть какие-то споры и, я бы сказал, жаркие дискуссии, сделать еще и втройне интереснее, поэтому данная книга, она, конечно, выходит на русском языке впервые, а на немецком языке она была подготовлена еще в 2010 году и вышла, но она не была столь объемной, потому что с момента издания немецкой книги я понял, чего не хватает, и что нужно еще найти, и что нужно еще обязательно сделать в качестве более полного варианта. И более того, в немецкой книге есть и некоторые досадные оплошности, которые исправлены в русском варианте, поэтому вот это издание становится уже для меня, так сказать, таким, я бы сказал, заключительным этапом. Это не значит, что я не буду продолжать поиски информации по этой теме, но, тем не менее, сейчас я хочу рассказать именно сначала об источниках книги, а потом очень коротко, как я думаю, для чего она вообще нужна. Вот, и начнем мы с картинок. Саш, можно первую картинку? Через минуту. Ну, пока картинки мы не видим, я хочу сказать, что, вообще говоря, нигде, ни в каких архивах, конечно, нет полного списка тех, кто работал в аппарате уполномоченного НКВД МГБ в Германии. Это вполне очевидно. Ну, а как они там могут быть, если, вообще говоря, во-первых, система государственной безопасности не готовила внутри себя каких-либо справочников, максимум телефонные книги по тем или иным управлениям. И, более того, система государственной безопасности тщательно оберегала и охраняла сведения о своей структуре, о том, как она устроена, как построены те или иные подразделения на местах. Более того, формы и методы работы государственной безопасности всегда считались государственной тайной. Они, кстати говоря, и сегодня стараются не раскрывать в архивах материалов, которые касаются как раз принципов и способов организации работы. Но, тем не менее, прошло уже достаточно времени, и мы можем, в конце концов, путем и прямых источников архивных материалов, которые хранятся в Центральном архиве ФСБ, и, хотя весьма ограничены, потому что сейчас, как вы понимаете, доступ туда не является открытым, и этот архив старается не подчиняться закону об архивном деле, это в порядке критики. Но в государственных архивах тоже, к сожалению, есть масса препонов и масса ограничений на доступ к информации. На снимке вы видите, собственно говоря, основополагающие верхушечные кадры аппарата уполномоченного в Германии. Перед вами слева Серов, который с января 1945 года был уполномоченным НКВД по Первому Белорусскому фронту, а справа это Вадис, начальник управления контрразведки, Александр Вадис, начальник управления контрразведки Первого Белорусского фронта. Когда был установлен и организован этот институт уполномоченных, это была своего рода система координации всей работы в тылу продвигающихся войск по так называемой очистке тыла фронта. Охрана тыла фронта, очистка тыла фронта и уполномоченным НКВД по фронтам подчинялись в том числе и органы военной контрразведки, которые формально с 1943 года были подчинены напрямую Сталину в Наркомате обороны. Но тем не менее, когда было принято решение Государственного комитета обороны и издан приказ 0016 от января 1945 года, в нем четко говорилось, что уполномоченному подчиняются и органы военной контрразведки, и приданы ему из территориальных органов сотрудники НКВД и НКГБ в качестве состава оперативных групп, которые действовали при каждой армии, и, соответственно, полки пограничных войск, которые должны были быть той самой войсковой силой, которая проводила прочесывание, аресты и все такое прочее, что мы называем сегодня, в кавычках, конечно, очисткой тыла фронта. Конечно, когда мы говорим о Германии и продвижении Первого Белорусского фронта, на территорию Германии вступили также Второй Белорусский фронт, а южнее Первого Белорусского фронта Первый Украинский фронт, они-то и отвечали за установление советских порядков, за формирование органов местной власти самоуправления, и если мы посмотрим отчеты, то увидим, что все кандидатуры немцев, которые назначаются уже в новые органы самоуправления, все координируются, все утверждаются в органах военной контрразведки, и, соответственно, у уполномоченных НКВД по фронтам, которые с мая 1945 года одновременно стали, и уполномоченными по делам гражданской администрации. Когда я начинал эту работу, не имея общего списка, я понимал, что откуда-то надо начинать, ведь надо сначала составить список тех, чьи биографии я буду составлять, и материалы к биографиям искать, но это должны быть конкретные люди. Этот приказ, этот указ Президиума Верховного Совета от апреля, 21 апреля 1945 года, как раз и был указом о награждении тех, кто вошел в первые составы оперативных групп по фронтам. В ведомости Верховного Совета печатали указы в огромном количестве, и этот указ был опубликован в ведомостях 12 июля 1945 года, но сам этот указ датируется 21 апреля 1945 года, и поэтому, Дмитрий, буквоедство в данном случае хорошая вещь, но не по делу. Посмотрите, кто награжден орденом Кутузова полководческим первой степени за ту самую работу в тылу фронта. Это уполномоченный по фронтам Абакумов, который был уполномочен НКВД по 3-му Белорусскому фронту. Заметьте, начальник ГУКР-СМЕРШ, подчерявшийся Сталину, получил титул уполномоченного НКВД. Серов, как я уже говорил, уполномоченный по НКВД по 1-му Белорусскому фронту. И вот, например, ЦАНАВА, уполномоченный по НКВД по 2-му Белорусскому фронту. Ну а дальше здесь есть Ковальчук, чуть ниже генерал-лейтенант, тоже чистый СМЕРШВИЦ, но тем не менее уполномоченный НКВД по 4-му Украинскому фронту. Есть и Кубаткин, есть и даже Ткаченко. Они довольно быстро потом сосредоточились на работе в Прибалтике, Ткаченко, например. А Кубаткин, в конце концов, так и не покидал своей должности, хотя был в командировке на фронте, но не покидал своей должности начальника управления НКГБ по Ленинградской области. А дальше идут народ помельче, помельче, помельче. Здесь много лишних людей, в том смысле, что они принадлежат к войскам. Вот, например, Кутузова 2-й степени получает, если вы видите, некий Серебряков Борис Павлович. А он как раз был командующим войсками НКВД по охране тыла фронта. Но составив список по данному указу, я понимал, что дальше с этим списком надо работать. И Государственный архив Российской Федерации нам дал уникальную возможность посмотреть, собственно говоря, в фондах СВАГа, фондах спецлагерей НКВД, МВД в Германии акты о награждении сотрудников, которые относятся непосредственно к парату полномочного НКВД. Как мы понимаем в этих списках, что эти нам подходят, они были награждены именно по линии НКВД, а другие нам не подходят. Кто вручает награды, посмотрите. И что там написано сверху. По поручению руководителя группы кадров вручает от имени Серова медаль за победу над Германией. И дальше, собственно говоря, идут фамилии, которые частично совпадают с указом о награждении 21 апреля 1945 года. Тот, который был, что называется, общесоюзным. А это локальный акт, это местный акт, который нам дает еще дополнительные фамилии. Но пока мы не видим, чем занимаются эти люди. Мы понимаем, что они служат там, где нам надо, там, где нам интересно, там, где мы хотим выяснить их судьбу, но пока этого мало. Но есть еще один замечательный источник в Государственном архиве Российской Федерации. Это книга учета партийных документов. И здесь тоже ведь все нас не интересуют. Но постепенно, я не буду рассказывать, я перескакиваю, конечно, через определенные ступени поиска, но здесь есть те, кто прибыл на учет политуправления СВАГа, СВАГ это Советская военная администрация в Германии, из политотдела 105-го пограничного полка. 105-й пограничный полк был один из важнейших полков, который был придан в состав войск по охране тыла 1-го Белорусского фронта. И основные оперативные группы, которые действовали в центре Германии, они своим, что называется, списочным составом были закреплены на партийном учете в 105-м пограничном полку, а в ноябре-декабре 1946 года их передавали на учет в политуправление Советской военной администрации. Что нам дает, собственно, этот журнал, помимо уже развернутых инициалов, годов рождения, смотрите, год членства в партии, социальное положение. Самая важная здесь графа, как вы видите, на левом листе в конце, называется она номер кандидатской карточки, хотя на самом деле здесь речь идет о номерах партийных билетов. Это журнал приема в партию, здесь регистрируются те, кто был принят в партию, поэтому посмотрите, какие здесь номера. Семизначный номер обычно это партбилет образца 1936 года, а то, что это впереди, это восьмерка, значит, он только-только принят в партию, потому что в этот момент уже 8 миллионов, как вы понимаете, в партию уже были приняты. Итак, имея номер партбилета, уже реально было заказать вполне их учетно-партийные документы в РГАСПИ, где есть и послужной список, весьма лаконичный, неполный, но тем не менее, и, естественно, сведения о погашении партбилетов в силу либо исключения из партии, либо смерти, либо ареста. Еще один важнейший источник РГАСПИ – это дислокационные ведомости, расположение войск по охране тыла и, в частности, тех самых пограничных полков, которые с 1946 года стали именоваться стрелковыми полками. Вот здесь вы видите как раз наш любимый 105-й пограничный рижский краснознаменный полк. Он организует линейные заставы, охраняя объекты, которые подчиняются уполномоченному и которые являются, собственно говоря, оперативными группами. Здесь дислокационная ведомость этого полка, который в основном действовал в Берлине, и поэтому, когда мы смотрим, где линейные заставы, имеется даже адрес, вот здесь самая крайняя правая графа, а в середине какой участок обслуживания и фамилия начальника оперучастка. И вот эта фамилия начальника оперучастка, это самое важное, что для нас есть в этом документе. Посмотрите, здесь и второй отдел центральной оперативной группы, и первый оперучасток, который был организован в первом районе Берлина. Всего в Берлине было 20 административных районов, и оперучастки повторяли нумерацию этих районов. Поэтому здесь, вы видите, центральная оперативная группа сидела в районе Митте на Луизенштрассе, а 11-й оперативный участок тоже находился в районе Митте. Но это потому, что речь идет уже о 17 ноябре 1945 года. А сначала, конечно же, часть участков находилась на территории города Берлина, которая потом отошла союзникам. И оперативные группы из этих районов переместились на периферию. Но это не значит, что они перестали проводить аресты и репрессии в тех районах, где они раньше были. Поэтому 11-й оперативный участок по-прежнему обслуживал не свой район, не район Митта, где он сидит, а тот район, откуда он переместился. 11-й, не помню, например, 14-й оперативный участок по-прежнему орудовал в районе Нойкёльн, а в конце июля его просто переместили, а потом и ликвидировали. Но в книге есть об этом сведения в виде таблицы в предисловии, которые вы посмотрите. И поэтому я подробно на именно структуре органов НКВД в Германии останавливаться не буду. Следующий источник, важнейший для книги, это, безусловно, сведения о том, какие должности занимали сотрудники аппарата уполномоченного. Ведь понятно, мы нашли фамилии, имена, отчества, мы нашли их биографии, но биографии часто всего из учетного пострадания документов составлены так, что в них невозможно понять, чем он занимался в Германии. Это, во-первых, а во-вторых, ряд работников, которые находились там непродолжительное время, например, с 1945 по 1946 год, они вообще не теряли своих должностей в Советском Союзе. И поэтому, как числился человек в управлении, условно говоря, МГБ или НКВД по Свердловской области, он так и указывал в своем регистрационном бланке. А его оперативная командировка в Германии никак не отражалась. Но это можно узнать уже из тех документов, которые они подписывали в качестве работников аппарата уполномоченного, НКВД до ноября 1946 года, и в МГБ, это была работа передана в 1946 году, в архивно-следственных делах, например. Вот здесь из личного дела заключенного вы видите документ постановления о задержании, который был подготовлен в недрах управления контрразведки группы советских войск в Германии. Но посмотрите, как они подписывают. Начальник 2-го отдела управления контрразведки КСОВК, генерал-майор в Германии, майор Мурзин. В Мурзин есть справочники, но именно только потому, что удалось уточнить его инициалы из источников, о которых я вам говорил ранее. То есть вот эта вот работа, такая своего рода игра в бисер, она была крайне увлекательной, потому что оперирование такими массивами информации всегда интересно, потому что когда ищешь, совершаешь какие-то мини-открытия и всегда радуешься. Чаще всего в документах, которые хранятся в Гарфе или в РГВА, мы имеем вот такой вариант. Начальник уездной опергруппы по городу Герцберг, капитан Ковалев. Если бы не указ о награждении 21 апреля 1945 года, мы бы не знали, из каких Ковалевых выбирать. Но в этом указе не так много Ковалевых и не так много капитанов. И поэтому, когда эта информация сходится, то Ковалев у нас уже, собственно говоря, на блюдечке. Вот еще та работа, которой мне приходилось заниматься, анализируя множество документов в Гарфе, списки немцев, которые отправлялись в спецлагеря, чем, собственно, занимались наши оперативные группы, проводили репрессии. Составляли списки, отправили людей в спецлагеря. И вы видите два варианта. Начальник оперативной группы номер 18 в Берлине, подполковник Михайлов в июне 1946 года. А выше, то же самое, начальник оперативной группы номер 18 в Берлине, гвардии подполковник Михайлов 16 мая 1945 года. Можно было бы перепутать, но именно подписи позволяли то, что называется отделить Михайловых одного от другого. Это действительно два Михайловых, они оба есть справочники. У одного из них типичная такая, я бы сказал, даже отчасти Смершевская карьера. У другого более НКВДшина, он еще до войны возглавлял дорожно-транспортный отдел на одной из железных дорог. Но, тем не менее, видите, я не ленился и срисовывал подписи только для того, чтобы не было в справочнике ошибок. А этих ошибок было иногда довольно трудно избежать. Ну вот, более веселые темы. Это то, а что знал Запад. Здесь перед вами такой, я бы сказал, обзор штаба Европейского командования по разведывательным делам. Видите, European Command Intelligence Center за 1948 год относительно того, какие органы МГБ существуют в Тюрингии. Вот он составлен 27 октября 1948 года, рассылался в дополнение к предыдущим письмам. Здесь их номера указаны, все в строгом порядке. Есть содержание, есть введение. И дальше идут на многих листах перечни фамилий и занимаемые ими должности и положения. Это из архива в Германии в Коблинце. Это потрясающе. Но на самом деле выясняется, что американцы знали очень много. Я не хочу сказать, что все, но они действительно собирали тщательные информации. Посмотрите, что здесь написано. Вот, например, секция номер один, то есть это отдел номер один. И дальше ниже секция номер два, это отдел номер два, контрразведательный отдел. И если мы посмотрим, здесь, конечно, есть ошибки. Вот, например, что здесь сказано? Ну, например, окон. Вот там внизу, где у меня стоит... А, нет, вот в первой колонке, где у меня стоит знак вопроса окон. Конечно, удалось выяснить, что это окон Мирон Вульфович. Он есть, по-моему, в справочнике. Но те фамилии, напротив которых я поставил плюсики в кружочке, значит, безоговорочно точно они совпали с теми сведениями, которые имеются в наших архивах, которые мне удалось, собственно говоря, обобщить. Ну и точно так же здесь же Бердыков. Это Бабурин Алексей Афанасьевич, по-моему. Да. Майор? Да, там совпало. Майор. Ну и, конечно, здесь потрясающие сведения, если вы посмотрите. Вот среди переводчиков. Голикова Вера родилась в 1926 году. Женщина. Рост 170 сантиметров. Блондинка, Серые глаза, Украинка. То есть посмотрите, насколько подробно были получены сведения. Причем очень часто напротив фамилии в этих справочниках стоит и номер внутреннего телефона в оперсекторе. Это тоже было, я бы сказал, определенным достижением, потому что, по-моему, воровались книги телефонные. И также было много перебежчиков, которые, кстати говоря, сообщали эту информацию. Одним словом, когда я посмотрел эти материалы, а уже к тому времени у меня был составлен более-менее большой корпус справочника, я был поражен, насколько подробно были на Западе осведомлены не только о деятельности оперативного сектора, но и о наполняемости, о том, какие кадры и сколько их там работало. Да. А сейчас, Александр, покажите, пожалуйста, нам вот тот PDF-ский файл. Да. И чуть-чуть, во, вот так хорошо. А это еще одна детективная история. В 1949 году из управления контрразведки группы советских войск в Германии на Запад бежал Рафаил Ильич Гальтфарб, прихватив с собой свои заметки, фотографии, весь свой архив. И вот здесь вы видите сцену, как это описано у него в архиве, но у меня тут есть определенные сомнения, как будто бы похороны начальника следственного отдела управления контрразведки МГБ в Германии Васильева. И он в качестве добавления к этой фотографии расписывал, посмотрите, все фамилии. Кого он знает, кто кем является, кто какую позицию занимает. Вот, например, Псарьков. Псарев, да. Полковник. Шеф, здесь написано personal sector, то есть он был начальником отдела кадров. Это абсолютно точно совпадает с тем, кем, естественно, являлся Псарев. Но, одним словом, вот эта вот сцена похорон летних, Василий, кстати, похоронен на центральном кладбище города Подсдам, это почти в центре города, там есть советское кладбище, оно до сих пор существует и очень, кстати, обихожено и в образцовом порядке. Но данная фотография тоже говорит о том, каковы были источники информации для Запада относительно того, как действуют и из кого состоят оперативные секторы. Саш, можно следующий файл? Так. Еще более интересный материал предоставляют нам фонды Государственного архива Российской Федерации, где сконцентрированы донесения военных комендантов, фонды земельных управлений, СВАК по всем землям. И здесь самое интересное для нас, безусловно, это повседневная жизнь, повседневность органов советской госбезопасности в Германии, она и увлекательна, и по-своему даже трагична, потому что многие люди погибали после войны именно вследствие недисциплинированности, пьянки и совершенно невоздержанного поведения. Вот здесь рассказ о том, как один из героев справочника был убит и при каких обстоятельствах он был убит. Это Шилин, который возглавлял довольно важное подразделение в отделе внутренних дел, был просто-напросто застрелен старшим лейтенантом Туркиным, который до этого также, кстати говоря, отличался совершенно безобразным поведением. Здесь вы видите, что он и отбирал вещи, и имущество, и насиловал, и более того, связался с немкой, которую советские органы считали шпионкой. При нем состоял репатериан Костенко, который как будто бы мог запугать старшего лейтенанта Туркина. Я думаю, что это красивая, конечно, легенда, потому что Костенко тоже надо было в чем-то обвинить. Но одним словом, вот эта вся, я бы сказал, компания кончила тем, что застрелили работника, потому что не желали, естественно, чтобы их выслали из Германии, потому что тех, кто отличался с плохим поведением, как правило, либо судили, если проступки того требовали, либо отправляли в СССР. Туркин наш в тюрьме уже покончил с собой. Такая вот печальная история. Аналогичная история, как был убит начальник оперативной группы, капитан Исаков, он был начальником оперативной группы района Зальцведль в провинции Саксония. Тогда Германия делилась на земли и провинции. Провинции Саксония – это то, что через год стало, через полтора года, в 1947 году, стало землей Саксония Ангальд. А федеральная земля Саксония с центром Дрездене существовала также в это же время. Но вот здесь вы видите обстоятельства при задержании двух. Ну, я не буду читать, вы можете прочесть. Вам видно? Хорошо? В ночь на 4 ноября был убит капитан Исаков, начальник оперативной группы НКВД района Зальцведль в провинции Саксония. Проезжая на автомашине по городу Зальцведль, капитан Исакин был остановлен выбежавшему навстречу из дома немкой Кляйной Эфридой, которая заявила, что в ее квартире двое военнослужащих в пьяном виде учинили дебош. В общем, дело житейское. В дебош, в квартире. Что еще должны делать победители? Захватив с собой двух комендантских патрулей, капитан Исаков пришел на квартиру немки, где обнаружил капитана Турняева и лейтенанта Сытенкова, оказавшимся из 713-го стрелкового полка 171-й дивизии 3-й ударной армии, которыми была избита немка Кляйная. Ну и при сопровождении задержанных в комендатуру один из них убил Исакова. Но, по крайней мере, я демонстрирую эти документы не только для того, чтобы показать ту обстановку, которая была в послевоенной Германии, а таких случаев довольно много, и, в общем-то, архив Гарфа и забилует такими документами. Я хочу сказать, что именно из этих документов можно было узнать и о том, на какой должности состоял Исаков. Потому что как раз с Исаковым сложно, его регистрационно-партийные документы погашены в 45-м году, следовательно, в архиве мы не получим его послужного списка после 36-го года. Так что эти данные, конечно же, были добавочными данными. Так, идем дальше. Что-то у нас, Саш, у нас что-то застыло. Задумался наш компьютер? Точно так же отличались невыдержанным и совершенно безобразным поведением и сотрудники Управления контрразведки СМЕРШ. Вот здесь вы видите заместитель начальника штаба и начальника управления комендантской службы Советской военной администрации в Германии, Горохов, это тот, кто командовал всеми военными комендатурами и в землях, и в городах, он доносит о безобразном поведении старшего лейтенанта Фунтикова непосредственно его начальнику генерал-лейтенанту Зеленину. Вот наш Фунтиков в пьяном состоянии зашел в немецкий народный дом, где шло собрание немцев, поднял дебош с криком «Я коммунист, а вы все фашисты!» и стал избивать немцев, угрожая при этом пистолетом. Фунтиков задержан, следствие ведет военный прокурор района Вайсензея. Но я так понимаю, что не сильно Фунтикова наказали, его могли, конечно же, не предавать суду. Но были и трения, которые также нам дают сведения о местных начальниках опергрупп НКВД. Я бы даже сказал более такого комичного свойства. Это начальник оперативной группы НКВД Юкермюнде Мамонов самовольно забрал из ремонта автомашину, которая принадлежала Ландрату Юкермюнде. Ландрат — это руководитель местного самоуправления района, и ему положена машина, и советские войска его поддерживают, его кандидатура утверждена. Это, собственно говоря, и есть власть в послевоенной Германии. И что же начальник опергруппы капитан Мамонов? Он считает, что все ему принадлежит, он совершенно спокойно забирает у Ландрата машину. А требования о возвращении машины, конечно же, не выполнил. И здесь у нас опять Горохов пишет теперь уже Серова и просит как-то обязать Фунтикова вернуть машину. Здесь начальник тюрьмы лейтенант Евдокимов организовал на квартире выпивку, пригласив вольненаемных работников опергруппы МГБ Яковлева и Коноплева. Во время пьянки выстрелилась в пистолеты, предложавшему Евдокимову, убита немка Вильда. Виновник и арестованный. Вот здесь уже, конечно, суд и тюрьма. Тут можно не сомневаться. Но здесь опять Горохов сообщает об этом, теперь уже после Серова новому уполномоченному НКВД в Германии Ковальчуку. Не менее важная информация, которая содержится в архиве, в государственном архиве Российской Федерации, это переписка, связанная со снабжением, где очень часто именно работники оперативных групп и работники оперативных секторов просят что-то для своих подведомственных органов. Но здесь нам интереснее другое. Здесь мы знаем, где расположены окружные тюрьмы в провинции Тюрингия. И более того, здесь мы знаем, что обращается с просьбой выдать эти пайки заместитель начальника оперсектора Печенкин. И здесь мы также видим из документа, а сколько, собственно говоря, нормативно заключенных содержится во всех тюрьмах Тюриньи. Посмотрите. В окружных тюрьмах и, естественно, в тюрьме оперативного сектора. Тюрьма оперсектора довольно емко, если она вмещает 500 заключенных. То есть 500 суточных пайков требуется для этой тюрьмы. Но для меня было важно не только то, что связано с историей репрессии в Германии. Тюрьмы, их наполнение, дислокации тюрем. Она тоже в справочнике, безусловно, указана. Но если речь идет, безусловно, о тюрьмах и КПЗ, которые принадлежат либо опергруппам в Берлине, либо если речь идет о кругах. Как правило, тюрьмы совпадали с дислокацией оперативных групп. Но в оперативных секторах оперсектор мог находиться вне тюрьмы, потому что тюрьма обычно использовалась та, которая существовала до того. То есть, например, в Дрездене под тюрьму был использован, например, земельный суд, где можно было устроить камеры и где уже были соответствующие условия. А сам оперсектор находился на Хеймниц-штрассе, это немножко в другом месте. О Печенкине отдельно скажу два слова. Если мы возьмем регистрационные партийные документы Печенкина, там не будет ни слова сказано о том, что он служил в Германии. Он находился в оперативной командировке, в конце 1946 года отбыл обратно Советский Союз и, соответственно, вернулся, по-моему, в свое родное Новосибирское управление, даже не помню, НКВД или НКГБ, но по биографии можно посмотреть. А вот то, что он был в Германии, было отмечено только в документах. Это было найдено мною даже на довольно позднем этапе, и Печенкин довольно долго не входил в Курклицка, на которых я искал биографические сведения. Но вот это было обнаружено, и он, естественно, занял свое достойное место в справочнике. Это нормы довольствия, которые были на октябре 1946 года и которые потом изменились в худшую сторону, когда Серов доложил Сталину, что можно какую-то часть продовольствия вывозить из Германии. После этого положение заключенных в спецлагерях и в тюрьмах в Германии стало катастрофическим. Нормы были срезаны очень значительно. Но даже те, которые вы видите, ужасны, потому что, в общем, это не просто жить в проголоде. Это, в общем, голодный паек. Посмотрите, сколько мяса и рыбы положено. Мясо 18 грамм в день, а рыбы 50 грамм в день. Что такое чай суррогат? Чай суррогат – это что-то, связанное с какими-нибудь выкопанными коренями или еще чем-то, что может сойти за чай. Это у вас было в месяц. В месяц, да. Ну, вообще говоря, если мы посмотрим... В реальности, конечно же, получали меньше, но я же говорю, что это вот на 18 октября 1946 года. Я бы еще, кстати говоря, проанализировал, я бы даже проанализировал здесь то, насколько не выполнялся уже этот паек. Это ведь утвержденный для тюремного контингента Советского Союза паек. Приказ от 9 октября 1945 года. А в спецлагерях давали, во-первых, гораздо меньше. А во-вторых, именно в октябре 1945 года паек был срезан. Вот я сейчас не помню. Надя, вы не помните? Вы же писали в своей работе, выпускной. На сколько они... Сколько хлеба стали давать? То есть осталось 300 грамм. Да. Ну, это я понимаю. Но вот в данном случае мы... Да. Нет, ну вот это как раз документ, он чем интересен. Он составлен как раз как некое размышление к тому, что они имели и что они потом в итоге не получали, потому что было распоряжение Серова. Это очень драматичная история, потому что именно год с осени 1946 по весну 1947 года был наиболее смертным для населения спецлагерей. Ведь сотрудники опергрупп, о которых мы говорим, а потом, соответственно, начальники отделов уездных МГБ или окружных МГБ, они же и занимались тем, что они наполняли эти спецлагеря так называемым в кавычках контингентом. И там смертность была настолько высока, что из 134 тысяч немцев, которые прошли через спецлагеря, 42 тысячи умерло. И более того, старались потом из спецлагерей не отпускать тех немцев, которые занимались захоронением тел в этих массовых могилах. И уже недавно, в 90-е годы, в уже Новой Германии, эти массовые захоронения в некоторых местах были обнаружены. И это был, я бы сказал, такой своего рода для общества тоже шок, потому что никто раньше не представлял себе масштабов смертности в спецлагерях. Нет, конечно, Запад знал, что умирают и умирает много. Такие сведения просачивались туда. Но вот именно ощутимо, зримо, когда вот есть ров, наполненный телами, такого, конечно же, никто не ожидал, но это факт. Ну и здесь, опять же, почему меня интересовали эти документы в первую очередь. Потому что здесь есть начальник, инспектор тюрьмы и КПЗ, капитан Килин, которого, естественно, найдя в этом документе, нужно было искать и в виде биографии. Спецлагеря в Германии закрыли в 50-м году. В 49-м году осенью шла длительная, я бы сказал, селекция, работа, кого куда деть, потому что было принято решение спецлагеря закрыть. Это было связано с образованием уже ГДР как государства, которое, казалось бы, должно было быть уже самостоятельным государством. Поэтому спецлагеря в данном случае как-то не вписывались в концепцию новых правил советской оккупационной политики. Но, тем не менее, как видите, здесь в 49-м году в августе уже начинают давать в тюрьмах мармелад. Ситуация изменилась. И это хороший документ. Но здесь, опять же, есть замначальника отдела оперсектора Сва-Земли, младший лейтенант Пирожков, который, по-моему, заведовал как раз тюремными делами. И последнее, о чем я хочу сказать, источники для биографии, это, конечно же, и характеристики, и служебные аттестации тех работников, которые были в Германии. Вот, например, Козырев, который впоследствии возглавлял следственную часть КГБ в середине 50-х годов. В данном случае у него тоже в биографических сведениях из регистрационно-партийных документов нигде не сказано в послужном списке, что он был в Германии. Но он действительно здесь был уже в командировке, не занимая особо формальных каких-то должностей. Но с сентября по июнь он был в спецкомандировке, где проводил следствие по ряду дел активных нацистов и агентов иностранных разведок, за что был награжден орденом Знак почета. Коротко, ясно и понятно. А где был Козырев, мы уже узнаем из документов, которые хранятся в ГАРФ и в РГВА, где сказано, что существует при Серове центральная следственная группа, и дислоцируется она на Линденштрассе в городе Поздаме, где же дислоцируется, и, соответственно, тюрьма оперативного сектора провинции Бранденбург. Теперь Линденштрассе 55 в Поздаме, замечательный музей. Музей, который был создан в тюрьме, который сначала, конечно, принадлежал советским органам НКВД и МГБ, а потом был опереден в штазе. Служебные карточки, которые хранятся в ГАРФе, к сожалению, в ФСБ подобные недоступны, они тоже дают информацию, хотя и не очень подробную. Вот Иванов Яков Яковлевич, рожденный в городе Белгороде в 1901 году и окончивший школу транспортного отдела ГПУ, был вполне себе средним руководителем в региональных органах. Видите, райуполномоченный аппарата в Черниговской области, начальник райотделения. В годы войны типичная судьба работал в СМЕРШе, сначала в особых отделах, потом в СМЕРШе, 68-й армии. Это один из, кстати говоря, источников рекрутирования работников для оперативных групп из СМЕРШа, из территориальных органов в Советском Союзе и из внутренних войск. Но здесь у него есть вот замечательная строчка предпоследняя. Начальник 10-й оперативной группы Берлина в 1945 году. Могу сразу сказать, в справочнике эта информация уточнена, здесь не точно указано июль-август, потому что вот эта вот тонкая, я бы сказал, градация, когда кто назначен, она действительно иногда не поддается изучению именно в силу недоступности нам приказов по оперативным секторам. Они, к сожалению, до сих пор хранятся и архив ФСБ их никому не предоставляет. Но даже не имея в руках этих приказов, мне удалось, тем не менее, составить ту общую организационную схему, которой представлены в справочнике. И последнее, генерал-майор Сиднев Алексей Матвеевич. Вот на него служебная характеристика. Смотрите, замечательный человек, добыт и разведенных данных много о политическом и экономическом состоянии. Проведен успешно ряд агентурно-оперативных мероприятий. Дело партии Ленина Сталина предан, выдержанное, политически развито, работает над собой. Ну что, только после этого награду давать, медаль, правда? 19 ноября 1947 года. Что дальше произошло? Через пару месяцев Сиднев был арестован и уже давал показания у Абакумова в тюрьме, где рассказывал, какие он хищения осуществил, сколько он всего там взял, сколько он подарил Серову. И вообще, все-все-все-все, это опубликовано, кстати говоря, в биографии Серова. Этот документ, протокол допроса Сиднева, крайне интересен, потому что является энциклопедией советской оккупационной жизни в Германии. На этом все об источниках. И еще два слова займу ваше внимание о моих общих впечатлениях. Когда я делал этот справочник, конечно же, мне было интересно. Это была своего рода игра в бисер. На это ушли годы, я об этом не жалею. Но когда справочник был сделан, и я уже анализировал все биографии вместе, я понял, что очень трудно сделать то, что называется в такой научной среде коллективный портрет какого-то работника. Очень они разные, очень разные судьбы, разного уровня. В справочнике я старался включить всех, кого нашел. Если предыдущие справочники, которые я делал, включают работников определенного уровня, ну, скажем там, не ниже начальника областного управления, не ниже начальника отдела центрального аппарата, их искать легче, публика понятная. Там есть коллективный портрет, там есть некие обобщения по эпохам. Здесь включены все, и от этого понятия «все» справочник становится гораздо интереснее, потому что вдруг я понимаю некоторые свои персональные пересечения. Когда я про одного из них читаю «Швейцар, гостиница «Националь» и гардеробщик «Гостиница «Националь», это после того, как он возглавлял отдел в оперативном секторе «Саксония-Анхальт», подполковник, я вдруг понимаю, что я его видел. Я был в это время в «Национале». Может быть, он, я тогда еще был слишком мал, но может быть, он мое детское пальтишко принимал, будучи гардеробщиком. Или вот, например, «Швейцар, гостиницы «Урал», а потом гардеробщик ресторана «Арбат», Каливкин, который тоже был начальником районного отдела МГБ района Вайсензея в Берлине, подполковник, немаленький человек. Но на пенсии он продолжал ту работу, которая была, что называется, по линии его ведомства. Ведь мы понимаем, что в крупных гостиницах, где останавливались интуристы, как их называли в просторечии, должны были быть проверенные люди и гардеробщиками, и швейцарами. И поэтому, ну чем мне работа? Главное ведь не только то, что ты продолжаешь служить своему ведомству, и как бы думаешь, и родине, но еще и чаевые хорошие идут. Вот это главное. Ну и, конечно, когда я читал биографии героев, которые попадали в мои справочники, мне было, конечно же, всегда удивительно то, как моя судьба пересекалась с ними. На практике в 1977 году в городе Виннице мы брали лодки за 5 рублей на день в санатории КГБ. И только потом с удивлением я узнал, что есть человек, оказывается, в моих справочниках, где сказано «заведующий лодочной станции санатория КГБ в Виннице». Значит, я его видел. Я видел будущего героя своего справочника. Я уже тогда начинал, я уже собирал материалы, но я не мог себе представить, что он когда-нибудь войдет в мой справочник, и я буду писать его биографию. И могу сказать, что на этой, значит, ноте я хотел бы закончить свое выступление, перейти к короткой части вопросов-ответов, а уже потом все остальное мы сделаем в общении, то, что называется за рюмкой, с закуской. Ну, просто я хочу сказать, что за сонной обыденностью скрывались, конечно же, здесь истории жизни, и истории жизни людей, которые даже находясь на пенсии, даже находясь на своей малозначительной работе, хранили молчание и ничем себя не выдавали. Мне доводилось разговаривать с работниками уже в 90-е годы. Молчали все, врали все, старались уйти от вопросов, и все говорили, я всего лишь перебирал бумажки. Но такие справочники как раз помогают нам узнать и уровень служебного человека, и, собственно, то, какие бумажки и по каким бумажкам он отправлял людей в заключение. Масштабы репрессий в Германии, если кого-то будет интересовать, мы потом в вопросах и ответах рассмотрим. Ну, а вот сейчас спасибо вам за внимание, и, надеюсь, мы это... Я недолго вас мучил. Спасибо. Они мне не снились. Есть в этом зале человек, кому хочу сказать особое спасибо от Ларисы Семеновны Еремина, который является бессменным редактором всех моих справочников, и это человек, который без ложной скромности говорит о себе. Только я, наверное, читал от начала до конца вот эти вот толстые, скучные книги. Но действительно, прочесть от начала до конца биографии – это тоже медитация. Поэтому все вопросы связаны с тем, что это за люди и кто они. Тоже отчасти и к Ларисе Семеновне, потому что она, может быть, не запоминая детали биографии, знает некое общее впечатление, общее мнение. И всегда, когда мы встречались, обсуждая те или иные вопросы редактуры, и когда я сдавал очередные порции внесенных поправок, Лариса Семеновна мне говорила, «Но как они лезли наверх, как они каждый карабкаются вверх!» И это было то впечатление человека, что называется, ну, не заинтересованного, как я, потому что для меня-то они, конечно же, как коллекция, собираю, коллекционирую, наклеиваю в гербарий. А для Ларисы Семеновны это были судьбы, это люди. Я иногда ведь, конечно, уже забываю, что речь идет о людях. Да, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Давайте через микрофон. Скажите, пожалуйста, насколько возможно судить, вот эти вот репрессированные люди были действительно связаны с нацизмом, участвовали в нацистских преступлениях, а насколько это были просто политические, так сказать, репрессии? Если мы посмотрим тот приказ, который я уже упоминал, 00.16 от января 1945 года, мы увидим, собственно, критерии, по которым арестовываются люди оперативными группами. Там, безусловно, речь идет о представителях бывшей германской власти, нацисты там, безусловно, есть как категория, но там же идут и все руководители буржуазных газет, какие-то крупные промышленники. Одним словом, советская власть, она, конечно, отчасти решает проблему деноцификации Германии, но главная для нее проблема – это создание условий в Германии для прихода к власти социалистических сил, то есть для установления в Германии социалистического тоталитарного государства. Поэтому здесь мешают не только бывшие нацисты, наоборот, в какой-то момент в Германии происходит удивительная вещь, в предисловиях справочника об этом сказано, когда вдруг Сталин решает, что умеренных нацистов можно использовать. Вот они-то как раз социально близкие, а вот социал-демократы – никогда. Ну вот по оценкам, вот и моя коллега Ирина Чербакова, она занималась этой проблемой, не меньше моего. Но обратный период был по-разному. Ну, в среднем. Нет, обратный период был по-разному, так что в начале, например, было несколько... Нет, нет. В начале, там, например, это операция «Лето» 45-го года и осенью 45-го года, так называемые «Вервольфы». Значит, была идея, все-таки Сталин как-то подозревал, что может быть партизанское движение. И для того, чтобы показать, что наши органы работают эффективно, значит, было вот организовано несколько таких акций, когда брали просто целыми классами. И вот это тот контингент, который, собственно говоря, и дожил до перестройки. Значит, и кто в какой-то мере выжил там и дожил. Значит, поэтому вот их было довольно много. Вот этих вот прям мальчишек, хранили они оружие, не хранили они оружие. Значит, кто-то там один в классе какое-то оружие подобрал, значит, посадили 10 человек. Вот этот такой контингент, вот, как бы сказать, 45-го года. А потом все больше и больше. Ну и вот, значит, ведь там как было? Настоящие нацистские преступники рванули сразу же все-таки к союзникам. Там тоже, между прочим, надо признать, что первый момент был совсем не сладкий. И, кстати, они тоже погибали там в лагерях. Вот в первые месяцы там были эпидемии и, в общем, голод у союзников тоже. Но, значит, кто оставался? Значит, мужчины в рабочем возрасте были все военнопленными и призванными, если, значит, немцы. Их, они в лагерях, значит, кто это были? Это были люди. Вообще фактически немолодые. Среднее, среднее звено. Уровень коммунальный, магистрат. Вот то, о чем Никита говорил. Разные, так сказать, как бы замешанные. И члены нацистских партий, активисты, и функционеры нижнего, такого, нижнесреднего звена. Настоящих военных преступников там, конечно, не было. Это не для них было место. Но попадались эсэсовские врачи, так сказать, ну, не крупные самые фигуры, но вот такие вот. И, конечно, чем дальше, тем больше сменялся контингент. И по мере того, как вот шло дело к образованию ГДР, вот, значит, стали сажать уже, так сказать, тех, кто вызывал подозрения. Противников, собственно говоря, социализации. Противников советизации. А когда лагеря стали распускать, то тогда, значит, они, значит, кого-то начали делить. Значит, кого-то осудили, значит, и послали, значит, дали срок и послали к нам, как нацистских преступников, или за шпионаж они получили сроки. Кто-то был передан ГДР, и они уже судили их сами. Нет, они не многие сидели, даже продолжали сидеть в Бауцине, в тюрьму, которую передали немецким органам госбезопасности. И там даже одна, и такое есть, потому что есть много таких уже записанных рассказов, воспоминаний историй, как одна там молодая девчонка, она вот попала, как, так сказать, по линии Вервольфа, и ее передают ГДРовскую тюрьму, и она вспоминает, как наша охранник говорит, ну шо, говорит, девка, говорит, у нас было плохо, а у своих еще больше наплачешься. Ну, значит, и она, значит, говорила, что это, в общем, соответствовало, в каком-то смысле соответствовало, действительно. Да, да, да. Ну, часто, часто очень возвращались, то, что называется, к теме, потому что, когда шла так называемая первоначальная очистка тыла фронта, то, например, Мешик, уполномоченный НКВД по Первому Украинскому фронту, писал вопросы в Москву. Надо ли арестовывать рядовых членов фолькштурма? По 14, по 13 лет подросткам. Ему отвечали, этих не надо. Но потом часть из них, кого за подростки в том, что они сохранили оружие, могут составлять кадры Вервольфа, могли брать по прошествии нескольких лет. И когда мы смотрим дела, которые сохранились в РГВА, на тех, кто, например, был отправлен сидеть в наши лагеря, то мы видим, что там очень много людей, 27-го года рождения, 26-го года рождения. И это уже отдельная история, потому что расстрелы с 50-го по 53-й год, когда они были вновь введены, они уже проводились исключительно в Москве. Военный трибунал в Германии, а расстрелы в Москве. Но это уже история, которую сегодня я не буду излагать, потому что об этом, может быть, когда-нибудь специально поговорим. А вторая история – это рождение штази. Министерство государственной безопасности ГДР было организовано 8 февраля 1650 года. Но органы госбезопасности под как раз патронатом аппарата уполномоченного МГБ и Ковальчука, они создавались гораздо раньше, потому что создавались для них заделы, так называемые децернаты К, которые должны были бороться именно с социал-демократами. И это нужно было скрыть. И Абакумов был против создания немецких органов госбезопасности. Говорил, что вот на Западе и так уже клевещут о немецком новом гестапо. А Сталин видел дальше. Он сказал, нет, именно немцы будут заниматься, потому что немцам против немцев работать удобнее. Воспитывайте эти кадры. И поэтому в аппарате уполномоченного был специальный отдел, который как раз был то, что называется советническо-инструкторским, который и вел работу среди немецких органов самоуправления, а потом и среди работников штази. Так что все эти люди, типа Вольфа, Мильке и прочих будущих светил организации штази, они все прошли вот эту школу через аппарат уполномоченного, пока они были какое-то время агентами. Но потом Мильке вообще с подмоченной репутацией. Куда он мог деться на Запад, над ним висело дело еще 1931 года за убийство полицейского. Так что когда пришла уже в Германии правильная власть в 1990 году, сразу вспомнили ту историю 1931 года. А есть принцип неотвратимости наказания, есть принцип смягчающей вину в силу, я не знаю, наступления обстоятельств. Срок давности прекращает течь тогда, когда нет возможности за это преступление наказать. Поэтому в данном случае в 1990 году восстанавливаются сроки давности, и вот течение срока давности начинается с 1990 года. Но это отдельная юридическая проблема, о которой можно спорить долго. Никита, а было что-то подобное нашим раскулачиваниям, те же клише применялись, вот как у нас при советском области? Я советую тогда, просто обращая ваше внимание к книге, я когда-то выпустил книгу, которая называлась по сценарию Сталина о советизации. И там как раз есть такая подглавка, называется «Зигзаги советизации». Как Сталин сначала говорит немцам, что не нужно торопиться с коллективизацией, это не нужно. А потом вдруг говорит, к социализму нужно идти не прямо, а зигзагами. Поэтому сейчас сделать отступление, а вот потом, и в 1952 году это время наступает, когда Сталин уже дает директивы, что пора проводить и социализацию сельского хозяйства. То есть в этом смысле политика была очень, я бы сказал, такой непрямолинейной, ну как скажем, совершенно противно интернациональному принципу использования умеренных нацистов. Но это очень известная история, когда Сталин в беседе с Пиком Гротовым и Ульбехтом, им в декабре 1947 года говорит, а были ли патриотические элементы в нацистской партии? Те, недоуменно, пожимая плечами, понимают, нацистская партия-то и есть вообще те гитлеровские нацисты. Конечно, они, в принципе-то, они патриоты. Но подходят ли они нам для нашего? А нельзя ли, говорит Сталин, использовать наименее таких, я бы сказал, крупных из них, средних, мелких нацистов? Создать для них партию какую-то? И эта партия будет для партии бывших военнопленных. Она выбьет козыри у западных националистов и так далее, и так далее. То есть такая, я бы сказал, политическая комбинаторика. Те спрашивают у Сталина, а такую партию разрешит советская военная администрация в Германии? Сталин, глядя на рядом сидящего Семенова, политсоветника, говорит, думаю, разрешит. Но те продолжали сопротивляться еще, между прочим, то ли полгода, то ли год. Только в 1948 или в 1949 году было создано НДП, Национально-демократической партии Германии, который возглавил крепкий, стойкий член СЕПГ, конечно же. То есть поставили коммуниста руководить всеми этими бывшими нацистами. И эта партия существовала до 1990 года. Это был такой, я бы сказал, ГДРовский фейк, подконтрольный, знаете, методы, откуда они берутся, так называемые управляемые демократией и партийной комбинаторики. То есть партии-пустышки, партии, которые, в принципе, следуют в фарватере какой-то основной партии, но имеют какое-то иногда свое отличное мнение на какие-то мелкие вопросы. И таким образом создается некая картина чуть ли не прелерализма мнений. Хотя на самом деле от этих партий ничего не зависит, их никто никогда не пустит во власть. Это своего рода вот такие, я бы сказал, ниши, зоны для отстоя каких-то нацистов. Когда мы говорили про спецлагеря, Никита забыл сказать, что там оказывались не только немцы. Ну там, конечно, и русские были. Потому что там было около... Ну для русских это была такая промежуточная станция, но, в общем, там было почти 30 тысяч так или иначе либо бывших эмигрантов, либо, значит, наших бывших военнопленных, либо, значит, вот так что это надо учитывать, что там находились не только немцы, а, кстати, и другие иностранцы. И там есть... Были фигуры, например, человек отсидел в Бухенвальде наш, там бывший военнопленный, все, и после этого он оказывался, значит, в этом спецлагере, так что вот и в том же Бухенвальде, только уже в другом качестве и в других руках. И вторая вещь, может быть, такая интересная, надо сказать, вот в дополнение тому, что сказал Никита, значит, все время шла манипуляция в ГДР людьми с нацистским подмоченным прошлым. И это очень ловко использовалось, эти люди были на крючке, значит, они понимали, что если они, например, драпанут на запад, что... А там в какой-то момент этот вопрос стоял очень остро до 61-го года, что они с подмоченной репутацией, некоторым это давали понять, что если, так сказать, они вздумают уйти, то за ними, так сказать, то их откроют и вскроют. И у них были такие дремлющие, была целая, большая часть большого архива, это был такой даже специально выделенный архив в госбезопасности в специальном помещении, где находились документы на людей с нацистским прошлым. Конечно, и там, и, значит, в обеих Германиях, потому что, значит, важно было иметь эти документы, так сказать, на всех. И там, когда произошел... Время от времени что-то вытаскивали, когда нужно было какую-то компанию провести, каких-то, так сказать, фигуры, так сказать, даже сажали и проводили процессы. Это было, значит, в 60-е годы. Но, например, была такая вещь интересная, что они не трогали врачей, очень подмоченных, врачей, которые приводили эвтаназию, например. На это были документы. И даже те становились, получили, стали какими-то там врачами отмеченными, значит, получали. Даже была такая дама, которая была отмечена всеми там регалиями, орденами немецкими, сделала большую карьеру в то время, как она была активным участником эвтаназии. Потому что в какой-то момент, значит, врачи так уходили на Запад до 61-го года, и 300 тысяч врачей ушло из ГДР, 300 тысяч врачей ушло на Запад. Значит, вот в это время до закрытия стены. И поэтому было принято решение вообще, вот это, так сказать, подмоченное прошлое у врачей, вообще скрыть. И все это, так сказать, начало вылезать на свет, боже, уже только, как мы с вами знаем, в 90-м году. Так что дряни за этим, за всем, вот за этими сухими тоже и цифрами, и фактами, и все стоит очень много. Да, но статистика, которая приводилась, 142 тысячи, это касается только немцев. Потому что население спецлагерей, конечно, было больше. Немножко не расшифуете, вот как этот человек в лагере сидел, в Бухгенбарде опять оказался в лагере, что это было? А что тут, собственно говоря, удивительного? Дело в том, что, значит, все наши граждане, все наши граждане, которые оказались на территории Германии, и, естественно, потом попадали в ареал действия Красной Армии, они все должны были проходить фильтрацию. Поэтому в Германии была на лето 45-го года масса проверочных фильтрационных лагерей. Потом сохранился уже через три года только один из них, 226-й год, под Бранденбургом. И при нем, как и при тех лагерях, которые были в течение 45-го года, всегда существовал отдел контрразведки СМЕРШ, ну а потом отдел контрразведки МГБ. Составлялись бумаги. Если человек не смог внятно объяснить, чем он занимался в Бухгенбарде, нет ли ничего подозрительного, его могли задерживать, его могли держать, на него могли завести дело, его могли отправить по месту жительства в СССР, но чаще всего из этих лагерей отправляли не по месту жительства, а куда-нибудь работать. Потому что Родина всегда знала, как человека, который только что горбатился на немцев, пристроить и у нас куда-нибудь на шахту, потому что всем им было оказано политическое недоверие. У Павла Поляна очень хорошее название книги, которая касается как раз репатриации из Германии. Кто помнит? Родина ждет вас, сволочи. Вот это действительно и есть та формула. С одной стороны, она раскрывает объятия и говорит, конечно же, у тебя же есть Родина, что ты здесь сидишь? Но там она его точно пристроит к тачке, к лопате, к шахте, можете не сомневаться. Но ведь, собственно говоря, это и есть визитная карточка советской системы, принудительный труд. И в фильтрационных лагерях они продолжали убивать, да? В фильтрационных лагерях их продолжали убивать, и они продолжали убивать друг друга. Я вот готовясь к сегодняшнему выступлению, чтобы найти там фотографии, перебирал бумаги, и нашел жуткий документ, просто жуткий. Это сводка писем наших репатриированных, которые получены путем периллюстрации. И то, о чем они пишут в СССР на Родину, они готовятся возвратиться. И там каждое второе письмо девушке, где написано, у нас опять задушили девушку за часики, за золотые часики. Ни одна ночь не проходит без стрельбы. Постоянные налеты. Там только и слышишь, что там задушили, здесь задушили. Девчонки здесь пишут, они пропадают, как мухи. И вот это вот, как бы сказать, эмоционально пропадают, как мухи. Вроде такое просторечное, но очень эмоциональное выражение. Другое дело, мы, конечно, из этих писем понимаем, что все они были с каким-то имуществом. Осты остами. А все-таки, когда рухнула вся германская государственность, что-то им удалось перебрать к рукам. Каждый как-то оделся. Получили часы, были украшения. Причем слово «золотые часы» встречается постоянно в этих письмах. Убили, задушили золотые часы. И я это знаю не только, конечно, из этого архивного материала, но у меня были и разговоры с теми людьми, которые прошли через вот эту всю фильтрацию и возвращение. Это что-то жуткое. А зачем душить? Потому что когда это все будет кричать? Кричать будет. А где-то не рассказал. А то может и знать себе. И это тоже было. Причем это же замечательно. Я, кстати, эти документы публикую, хотя некоторые говорят, что это не очень этично. Но я же не называю фамилии жертв. Фамилии жертв это действительно то, что называется прайвиси. А вот те, кто это делал, это преступники. И вот когда там группа сотрудников СМЕРШ в той же самой Польше бесчинствует и насилует девушек, при этом приговаривает. Мы вас освободили, а вы не хотите нам быть благодарны. Здесь в наших лагерях, в Германии, здесь была тоже самая присказка. С немцами спала, а с нами не хочешь? Это было просто, понимаете, это общее место. Просто сейчас, как сказать, все стесняются, не принято об этом говорить. Но это и есть правда истории. Никита, скажи, пожалуйста, а есть ли, если да, то много ли среди персонажей словаря известных советских деятелей культуры? Известно, что среди будущих классиков русской советской литературы были такие известные, такие контрразведчики, как Федор Абрамов, Владимир Богомолов. Такие есть среди персонажей словаря? Есть единственное, что я выскажу в свое сомнение относительно Богомолову, который придумал себе биографию и, по-моему, никогда не имел отношения ни к каким органам, а наоборот имел, по-моему, какую-то подмочную репутацию, но не буду это утверждать наверняка. Здесь есть то, что позволило, значит, некоторым моим коллегам сказать, это как-то сказать, это предвзятость, это, знаете, такое, это самая пристрастность. У меня в справочнике есть биографии. Это 1217 человек. И есть дополнительный список, те, о ком слишком лаконично собраны сведения или не нашлись учетно-партийные документы, или они были столь незначительны, что я их пока не включал. Там и лейтенанты, и старшие лейтенанты в этом дополнительном списке. И вот там мелькнул один человек, который был в дополнительном списке по фамилии Библер, Владимир Библер, который привлек мое внимание. Я вижу, что он кончил работать в органах в 1947 году, учился в аспирантуре, потом какая-то у него такая странная история его в силу еврейского происхождения. Турнули с работы, и он где-то там на иждивении жены. Я думаю, интересно. Стал смотреть в интернете, и вдруг выяснил. Руководитель кафедры, диалог культур, РГГУ, философ, о котором книги изданы, где даже в этих книгах сказано, он никогда не любил вспоминать о своей службе в органах контрразведки. Но это полк дела. Хорошо, это основание, конечно, его включить. Заметный человек. Но дальше я стал смотреть еще какие-то издания, которые посвящены спецлагерям, арестам немцев. И вдруг увидел, что этот Библер закатал в спецлагерь такого человека, который в Германии тоже не последний деятель. Руководитель театра в Берлине, Георгия, который снимался в фильме по Пушкину «Станционный смотритель» в 1940 году. Заметный человек. Да, действительно, для Фельки Шербия-Бахтера в апреле он подписывал статейки, что надо дать всемирный отпор этим варварам, которые катятся и наступают с Востока. Ну, такой, я бы сказал, крепкий нацист по убеждениям. Но вообще-то не совершавший нацистских преступлений. Какой типичный, я бы сказал, попутчик для нацистской партии, руководитель театров. Когда я читал о нем, я сразу вспомнил образ главного героя в фильме Иштвана Саба Мефисто. Вот примерно такой. Тот, кого воплотил на экране Клаус-Мария Брандауэр, который раньше был левоват, а теперь проникся идеей, теперь стал попутчиком, теперь стал даже отчасти и обласканным нацистской властью, артистом. Вот такого артиста Библер закатал в спецлагерь. Может быть, у него были на это основания, что называется, формальные, но вообще-то, когда такое злодейство, вы понимаете, по отношению к артисту, со стороны человека, который потом стал гуманистом, философом, более того, сделал себе имя, мне это было страшно интересно, и я понял, что без этого человека, в основном корпусе биографии, ну никак не обойтись. Продолжение. А крупные лингвисты известны Звегинцев и Серебренников. Нет, здесь, по-моему, я не знаю, здесь... Не были СМЕРШевцы во время войны. Ну, недостаточно быть СМЕРШевцем, чтобы попасть в справочник, для этого нужно все-таки поработать в советской, я бы сказал, системе уполномоченного НКВД МГБ, то есть они должны были быть где-то в оперативных группах. Я могу сказать, в этом справочнике есть все, кого от СМЕРШа откомандировали в распоряжении Серова. Есть такой основополагающий приказ, я о нем не говорил, но он очень большой, и замечательный. Есть люди, которым объявлена здесь благодарность, которые помогли этот приказ получить из архива. Но вот там и есть весь контингент СМЕРШа, который попал на службу в оперативные группы. Понимаете? СМЕРШ – это основная служба до 1945 года. А в 1945 году происходит вот это вот компонование аппарата. Из СМЕРШа, из территориальных органов присылают, из даже внутренних войск. Некоторые офицеры вполне себе такие, я бы сказал, служавые, которые никогда до этого-то и не служили в органах безопасности. Они всего лишь во внутренних войсках НКВД. Да, они там возглавляли иногда разведывательные подразделения, которые упраздили в мае 1946 года. Но я могу про это вечно рассказывать, потому что если я начну сыпать фактами и датами из структуры, это будет скучно. Я просто говорю некоторый общий такой, я бы сказал, контекст. Составили вот эту всю компанию из самых разных кадровых источников. Тем они интересны, кто откуда попал. Я очень ответственно поздравляю с выходом книги. И у меня вопрос, а какова судьба этой книги в Германии? Очень интересно. Ну, в Германии она находится в музеях, в библиотеках, в частных коллекциях, конечно, не очень. В конце концов, в толстой книжке. Кто же покупает для себя, чтобы дом захламлять? Ну, во всех музеях, которые на месте бывших спецлагерей, эта книга есть. В разных институциях я ее встречал. А недавно мне один мой знакомый сказал, что он был в таком месте, которое называется Бильдельбергский клуб. Чуть ли не вот это, источник всех там масонов и чего-то там. И он удивился, увидев там именно эту книгу, которая называется «Десоветишегихаем динстмитарбайтерн дойчланд». И увидел на обложке мою фамилию и сказал, вот, вот, где она есть. Ну, это приятно. На самом деле, это значит, что книга действительно интересна, нужна. А потом я вам так скажу. Дело даже в том, что я не обольщаю себя мыслью, что вот прям такая важная книга. Любой справочник всегда полезен. Он даже может не пригодиться. Иногда ведь как? Профессиональные историки скупают справочники просто из спортивного интереса. Понимая, что нужен, не нужен. Сегодня, может, не нужен. А пойди знать, что завтра пригодится. И вот действительно иногда, у меня тоже так бывает, купил какую-то книжку, думаю, ну, может, она мне не очень пригодится. Начинаю мучиться сомнениями. А потом, как коллекционер, говорю себе, лучше взять и пожалеть, чем не взять и пожалеть. И поэтому, когда вдруг возникает необходимость, я вижу, что вот именно в этой книжке я нашел какую-то важную информацию. Так что любой справочник хорош. Вот я сегодня говорил, Ларисе Семеновне, как вывести формулу тиража для такой книги. Мы действительно не знаем, сколько ее нужно, сколько она будет продаваться, скольким людям она действительно понадобится. Я решил, что это должна быть цифра такая. Это число персонажей справочника. У каждого есть потомки, они заинтересуются. Плюс N. То есть число чудаков-историков, которым она может понадобиться. Причем N в данном случае стремится к убывающей величине. Вот это N, оно, к сожалению, сейчас очень маловато. Но оно есть, в конце концов. Вот вам здесь навязали книгу всем? Можете ей спекулировать, в конце концов. Мы ведь действительно не продаем книгу, мы скорее раздаем. Поэтому если она в продаже появляется, она появляется именно от тех, кто ее получил каким-то образом и решил от нее избавиться. Нет, но это хорошо. Книга и должна жить, циркулировать в пространстве. Более того, я скажу, что через пару месяцев, когда освободится Ян от текущей и очень важной работы, связанной с списком репрессированных, мы просто разместим ее, как и все предыдущие справочники, которые мы делали здесь, в мемориале, вот я в частности, разместим просто в сети. Она дополнит справочник, который составил Андрей Жуков на 40 тысяч имен сотрудников НКВД, потому что здесь есть пересечение. И она дополнит то, что там было дано лапидарно или лаконично. Ну, я не буду персонально говорить спасибо за все-все-все-все, что здесь есть, потому что здесь присутствуют, к моему счастью, люди и из РГАНИ, которые помогали в процессе работы над книгой, и из ГАРФа, которые не только помогали, но еще и ломали глаза иногда, значит, перепечатывая из угасающих текстов, рекбланков информацию. И РГВА не пришел, но там тоже очень важные документы, и очень важна была помощь, потому что я там сделал то, что называется для себя большое дело. Я взял и просмотрел подряд 600 личных дел немцев-заключенных, которые прошли через оперсекторы. Это позволило уточнить должностные позиции очень многих персонажей справочника. Потому что когда подряд смотришь дела, начинаешь думать, что-то мне не попадались из берлинского оперсектора. Вдруг бац, попался. Очень хорошо. Что-то нет начальника А4 за 52-й год. Интересно, кто бы это мог быть? И вдруг я нахожу, что это тот, кто у меня уже есть в предыдущем справочнике. Но только его должность не была раскрыта в той биографии, которая у меня была. Одним словом, это тоже не предел. Не знаю, хватит ли сил дальше развивать тему, но тем не менее, вот надо когда-то остановиться и сделать книжку. Все. Спасибо вам. А теперь в качестве уже неформального повода общения выпивка и закуска, включая крепкие спиртные напитки, любители коньяка Хеннесси тоже не будут обижены. Кто предпочитает водку? Я уже вижу, Гена при слое водка куда-то пошел. Гена, это позорное дезертирство с поля боя. Таких, знаешь, что с такими в оперсекторе? Гену вернуть. Вернется? В общем, друзья, спасибо вам за ваше внимание, за ваше долготерпение, за то, что вы не разбежались, получив книгу, потому что вы все воспитанные, вежливые люди. Вы сказали, что как-то получил книгу и сразу сбежал. Это просто позор какой-то. Ну, тем не менее, спасибо. Да, здрасте, здрасте. Продолжение следует...